Ребят, ребята, ребятушки, ребятишечки, я думаю, что мало кто из вас ждал от этого матча победы на ЦСКА. Я скорее видел... Скорее видел много сообщений перед этой игрой, что мы от ЦСКА отлетим 0.5, 0.8, а то и 0.10, потому что настолько плохо Локомотив сыграл с Динамо, что казалось, что ЦСКА, который выглядит гораздо более сильной командой, должен Локомотив переехать на голову. Этого не случилось, но осадок очень сильно неприятный все равно остается от этой игры, потому что проиграли в очередной раз за последний миллион матчей в чемпионате России. У нас одна победа на торпедо, и все остальные это поражения. Локомотив валится вниз, все понятно, это все ожидалось, все прекрасно мы с вами знали и понимали, что так оно и будет. Локомотив в данный момент времени, команда сильно хуже, чем ЦСКА и хуже, чем Динамо. Как оказалось. Однако в этом матче Локомотив, я лично от Локомотива, давайте так начну эту мысль. Я в этом матче от Локомотива не ждал победы, не ждал каких-то набранных очков. Я ждал, что Локомотив будет не таким мерзким, каким он был в матче с Динамо. Матч с Динамо для меня это просто квинтэссенция. Хуже этого за последний год я не видел вообще ничего. Ну, может быть, пару матчей с этим сравнится, как мы там от Зенита отлетали и все такое. Но в целом это прям вот нижняя точка падения. И мне ужасно не хотелось в этом матче увидеть такой же Локомотив, как и был неделю назад. Небольшие предпосылки к этому я в принципе думал, что могут произойти. Это улучшение физической формы. Так как ощущение было, что Локомотив с Динамо в принципе не способен был ни на какие рывки, ни на какой бег. Оно меня не покидало. Ощущение, что команду перегрузили специально, намеренно, физическими упражнениями перед этой игрой, чтобы дальше чувствовать себя лучше, оно у меня было. Это была надежда. Но вот сегодня я вижу, что действительно, судя по всему, так оно и произошло. Что команде намеренно дали побегать, намеренно несколько раз, скорее всего, они тренировались в день. Утренняя, вечерняя тренировка. Поэтому с Динамо они еле волочили ноги, но сегодня они уже более-менее передвигались. Точно совершенно в этом плане были не хуже футболистов ЦСКА. И второе изменение, которое произошло и которое оказалось очень важным, это переход на игру в три центральных защитника. Я очень давно просил от Локомотива перестать страдать ерундой и перейти на игру в три центральных защитника. У нас сейчас большой набор центральных защитников. И поэтому пытаться играть в два центральных и насыщать центр поля опорниками, которые не умеют играть вперед, довольно странно. Мы все равно сзади получаем много дыр, а впереди ничего не можем создать. У нас нету большого количества атакующих футболистов, которые могли бы своей атакой, тем, что они классно держат мяч, нивелировать слабости сзади. У нас есть Макеев, у нас есть Баринов, у нас есть Едвай, есть Кузьмичев, есть Мампаси. Пять человек, еще Фасон там где-то занимается. То есть мы даже можем две тройки центральных защитников выставить абсолютно спокойно. Еще и Митай имеет опыт игры третьим центральным защитником. Почему-то этой опцией не пользовались ни Компер, ни Цинбауэр. Хотя мне казалось, что это очевидная вещь, к которой должен Локомотив прийти. Пришел Федоров, пришел к матчу с ЦСКА. И, как мне показалось, сегодняшний матч был в этом плане гораздо лучше, чем любой из предыдущих матчей. Да, у нас была эта дурацкая ошибка, которая привела в итоге к забитому голу, когда Баринов, здорово сыграв на подстраховке, почему-то мяч выбил не в аут, не куда-то подальше, чтобы команда успела вернуться, а ЦСКА пришлось бы начинать команду из глубины, а выбил его легким пасом на ногу Медини. Таких пасов в матче с Динамо я насмотрелся в большом количестве. Сегодня таких пасов было два. И один раз мы пропустили, второй раз ценой желтой карточкой Макеев сорвал атаку. Это уже шаг вперед. Но в целом сегодняшняя игра, это игра, которая в гораздо большей степени напоминает игры при Цинбауэре и Компере. Не при Федорове, не три предыдущих игры, а те матчи, которые мы играли при Цинбауэре и Компере. У нас было довольно большое количество атак, у нас было довольно большое количество ударов по воротам. Не было большого количества моментов у ворот Гильерми, но мы фактически пропускаем чуть ли не единственной атакой. Да, еще был штрафной, который завершился тем, что Чалов попал в штангу, а Зайнудинов ударом колено отправил мяч выше ворот. И был еще гол Ушакова, который отменили из-за того, что он в процессе борьбы за мяч ударил локтем в нос Баринову. Собственно, по большому счету, мы ничего ЦСКА создать не дали. Так оно было и в матчах предыдущих с Цинбауэром и Компером. Когда мы играли там с Ахматом, с кем-нибудь, кому мы там еще проигрывали, с кем мы там в ничью играли, с Ростовом каким-нибудь, с... Ну, короче, сами накидайте варианты. Я сейчас уже эти матчи стер у себя из памяти благополучно. Но, тем не менее, неспроста я эту присказку придумал о том, что мы чемпионы по XG. Смотришь матч, и в каждом матче Локомотив создает на один-полтора XG больше, чем соперник, но при этом умудряется не побеждать. С Нижним Новгородом, с Ростовом, с Ахматом, с кем-то мы еще играли. Мы их прям сильно перебили, но фактически две атаки по нашим воротам, и гол забивается. Такая схема 3-5-2 или 5-3-2 при обороне, она очень сильно обескровливает наши края атаки. Проблема в том, что мы закупали наш состав под схему, где есть крайне атакующие-нападающие. Педриньо, Керк, Исидор, Камано. Это игроки, которые лучше всего атакуют именно с флангов. Именно в верхней части игроки получают мяч, на скорости убегают, вбегают в штрафную, простреливают, бьют поворотом и так далее. Сегодня при схеме 3-5-2 такой позиции для этих футболистов просто нет. И у меня много в течение матча спрашивали, где Педриньо, почему не выходит Педриньо. В этой схеме нет места для Педриньо. Он может выйти вторым нападающим, но он будет смотреться там так же блекло, как сегодня смотрели с Керк и Камано. То есть люди, которые впереди, они не для этого созданы, они не для того, чтобы бороться за мяч внутри штрафной. Сегодня бы классно подошел Игнатьев, но он травмирован. Замена Игнатьеву это Раканьяц. Опять же многие спрашивают, ну почему вышел Раканьяц? А я эту замену предсказал, я ее в перерыве сказал о том, что в гораздо большей степени на поле я жду Раканьяца, при том, что Раканьяца особо Федоров до этого не испытывал. Потому что у нас много борьбы впереди, много борьбы в штрафной площади, и Раканьяц выглядит как человек, который за эти мячи может бороться. Может бороться вверху, может бороться внизу. Ну, в отличие от Педриньо, который играет на чистых мячах, на пространстве, на скорости. Этого пространства, этой скорости у нас сегодня не было. Мы играли против ЦСКА, команда обученная, команда дисциплинированная, она пустоты не давала. Эти пустоты ты должен был выгрызать самостоятельно. Ну, мы в какой-то мере даже пытались это делать, и сегодняшний матч могу в хороший актив записать Антону Мирончуку. Вот он как раз, принимая мячи где-то около центра, ближе к флангу, хорошо боролся, и благодаря этому выгрызал себе пространство, бежал с мячом дальше. Но Педриньо Камано, это люди, которые совсем не про это, не про то, чтобы побороться, не про то, чтобы поставить корпус, в подкате мяч отнять. Им нужно просто пространство. Им нужно, чтобы ты принял мяч, впереди тебя на 10 метров никого нету, ты ускорился, обвел одного, второго пробил. Ну, больше про Педриньо, чем про Камано. Про Камано не знаю, что сказать вам, зачем он нужен в команде, в данной форме тоже не очень понимаю. Вот, но вышел Керк, Керк, который, как мне кажется, на данный момент все-таки футболист выше уровнем, чем тот же Педриньо, и мы видели, что он просто стоит рядом со штрафной. Что он может сделать? Да ничего он не может сделать. Ему мячи летят, он стоя должен их принять, как-то обвести, что-то куда-то проткнуть, но это вообще не игра Керка. И это проблема, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы Локомотив играл 3-5-2, с другой стороны, хочется, чтобы Локомотив использовал свои сильные стороны в атаке. А сильные стороны в атаке – это бег и скорость. Как это совместить, пока не очень понимаю, но думаю, что в целом, в целом это возможно. Сегодня был важный матч для Мардешвили, потому что сегодня его наконец-то поставили в центр поля, и он запорол главный момент нашей игры. Он умудрился не забить с 8 метра, когда его вывели 1 на 1, и он, точнее, сам себя вывел 1 на 1. Ему дали передачу, он прорвался между двумя центральными защитниками. И, ну, там нужно было забивать. Но, в целом, игра Мардешвили мне сегодня понравилась. То есть, два центральных полузащитника, ну, точнее, как можно назвать их центральными полузащитниками, что Миранчук, что Мардешвили, мне сегодня понравились своей активностью впереди. И, в целом, сзади, опять же, больших вопросов, больших претензий по их игре у меня не было. Ну, отвечали они за атаку, условно говоря, да. Потому что были Макеев и Карпукас, которые больше отвечали за оборону, и были, соответственно, Антон Миранчук и Мардешвили, которые больше отвечали за атаку. У меня нет негатива к этому матчу. Это матч из разряда, то есть, вот, ну, проиграли и проиграли, да. И, если забыть бэкграунд о том, что мы до этого проиграли кучу матчей подряд, сегодняшнему матчу я бы вообще не расстроился. Мне понравилось. Мне понравилось то, что Локомотив все-таки сделал шаг вперед в отношении матча с Динамо. Чуть больше у меня надежд на матч с Уралом, чуть больше надежд на матч со Спартаком. В целом, можем такие матчи зацепить, можем выиграть. Ждем Галактионова. Говорят, Галактионов приедет на следующей неделе. Галактионов человек, который любит тоже игры, схемы с тремя центральными защитниками. Так что, возможно, это была уже небольшая подготовочка к приезду Галактионова. Что еще могу сказать по этой игре? Думаю, что важный момент произошел в конце первого тайма, когда они удалили за Инудинова. Было за что, совершенно точно мог получать вторую желтую карточку. Удалили в итоге Ушакова под самый конец встречи. Две желтых получил очень быстро. Ну что сказать? Это, конечно, повлияло. Конечно, это серьезно повлияло. Вполне возможно, что Локомотив нашел бы в себе силы все-таки как-то запинать мяч в ворота Акинфеева. Будь там на одного защитника меньше. Тем более, что с защитниками у ЦСКА огромная проблема. Нормальная. Нормальная игра. Я бы даже сказал, достаточно равная игра. Двух соперников вполне могло Локомотиву Опять же, да, как я про многие предыдущие матчи говорил, вполне могло Локомотиву запереть, чтобы победил именно Локомотив. Жду, что дальше будет еще больше прогресса. Жду, что дальше Локомотив будет продолжать играть в три центральных защитника. Не будет спада физической формы, как в матче с Динамо. И, ну, надо забивать. Вот самая большая проблема этого сезона это то, что мы очень легко позволяем забивать в свои ворота. Просто буквально сами отдаем мячи. Просто буквально... Ну, соперник даже особо усилий не прилагает. Ну, просто как-то обозначает прессинг. И вместо того, чтобы спокойно выбить мяч, мы ему эти мячи отдаем. Вот этот момент исключить. Начать забивать свои стопроцентные моменты, которые у нас практически в каждом матче имеются. И полумоменты имеются. И самые явные, что ни на есть моменты имеются. В целом, ну, я думаю, что от борьбы за выживание мы достаточно быстро отойдем. Но, но, но. Будем смотреть дальше. Я боялся сегодняшней игры. Очень сильно боялся. Я получил заряд небольшого оптимизма от этого матча, несмотря на то, что проиграли. Вот, опять же, меня спрашивали там в чате, что я могу спокойно совершенно грустить по поводу победных матчей, когда мне не нравится игра. Но при этом мне может понравиться игра, в которой Локомотив проиграет. Сегодня я ожидал, что ЦСКА просто нас задавит, что у ЦСКА будет куча моментов, а Локомотив будет сидеть в своей штрафной. Этого не было. Локомотив сегодня, скорее, даже играл с небольшим преимуществом. Но, к сожалению, к огромному сожалению, на данном этапе футболисты ЦСКА лучше понимают, как забивать голы. Мы это понимаем чуть хуже, поэтому они забили, мы нет. Фух, вот что хотел сказать.